Автографня в прямом эфире в студии Вадим Федосеев. Самые важные новости города и региона прямо сейчас. В округе Майская Горка завершаются работы по возведению двух многоквартирных домов. Ключи новоселам планируют вручить в следующем месяце. Новые контейнеры и спецтехника мусор из дворов Архангельска будут вывозить по европейским стандартам. Ограниченные возможности здоровья не повод запираться в четырех стенах. Архангелогородец Юрий Нестеренко доказывает это на своем опыте. Регион 29 гарантирует, что тебя заметят. Мы продолжаем акцию и дарим горожанам светоотражатели. В Архангельске в округе Майская Горка готовятся к сдаче еще две социальные новостройки. С вводом их в эксплуатацию в столице Поморья будет завершен четвертый этап программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Михаил Меньшенин побывал на объектах. Ждать осталось недолго. Совсем скоро строители закончат свою работу и тогда новоселы смогут наконец переехать из старых аварийных деревяшек в новые благоустроенные квартиры. На Московском проспекте завершаются отделочные работы в 180-квартирном доме, построенном в рамках четвертого этапа программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Подрядчику остается исправить только мелкие недочеты. Замечания со стороны мэрии, конечно же, есть. Замечания там небольшие, касаемо отделочных работ, сантехнического оборудования, где-то по электрике есть вопросы. Но эти все вопросы устраняются, эти все проблемы решаются. По соседству с этим соцдомом уже отстроен и его брат-близнец. Размером поменьше, всего на 80 квартир. Правда, сюда новоселы въехать смогут чуть позже. Со строительством этого объекта летом у подрядчика возник ряд проблем с доставкой стройматериалов. В результате – отставание по срокам сдачи. Ситуация находится на постоянном контроле в региональном Минстрое. По 80-ти квартирному дому, да, мы, значит, говорим о том, что есть отставание. Это примерно отставание в две недели. Вот, собственно, на объекте активно ведутся отделочные работы. Работы, связанные с менеджем лифтового оборудования. И по этому дому мы также понимаем, что в декабре месяце этот дом также будет готов к въезду жильцов. То есть, главное – обеспечить его эксплуатационную готовность. Создачей объекта в Архангельске будет завершен четвертый этап программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Всего в столице Памурия в рамках этого этапа построено три социальных дома. Десятиэтажка на Карпогорской, 32, уже заселена. Выручить ключи новоселам домов на Московском проспекте власти планируют уже в следующем месяце. Михаил Меньшинин, Светлана Михеевская, Регион 29. Высокотехнологичную медицинскую помощь в регионе получило на 28% северям больше. За 10 месяцев этого года проведено почти 6,5 тысяч сложных операций, в том числе 763 детских. Об этом сообщил министр здравоохранения Архангельской области Антон Карпунов на заседании регионального правительства. Причем почти 70% пациентов получают высокотехнологичную медицинскую помощь в родном регионе. В зависимости от тех направлений, о которых мы говорим, онкология недавно начала внедряться в регионе в систему оказания ВМП. Поэтому там, конечно же, значительные кратные увеличения даже за год. А, допустим, по травматологии, учитывая, что она давно, уже, в общем-то, не один год, а несколько лет, эта помощь оказывается достаточно активна в регионе. Я сейчас оцениваю региональные ресурсы. То там, конечно, прирост уже не кратный, но, тем не менее, достаточно значительный, почти 16%. Аналогичная ситуация и по высокотехнологичной медицинской помощи связана с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Более половины сложных операций проводятся в государственных учреждениях здравоохранения. Это девятибластных и две федеральных медицинских организации. Одна из главных задач – сокращение сроков ожидания высокотехнологичной медицинской помощи в регионе. Чем ближе Новый год, тем больше обсуждений о том, как будем в нем жить. Депутаты Архангельской городской думы сегодня рассмотрели в первом чтении бюджет на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. Алексей Карельский продолжит. На одном конце плюс, на другом минус. Речь не о батарейке, а о бюджете будущего года. Именно главному финансовому документу сегодня уделили основное внимание депутаты Архангельской городской думы, собравшиеся на очередную сессию. С одной стороны, в 2018 году казни сулят увеличение доходов на 574 миллиона рублей, что значительно перевыполнит план. С другой – ожидается дефицит бюджетов 133 миллиона. Это вроде бы и мало, всего 3% от доходов города. Но ранее народные избранники рассчитывали, что 2018 вообще будет бездефицитным. Не вышло. Во многом потому, что расходы вырастут на полмиллиарда. Зато в этой сумме и исполнение майских указов президента, и строительство физкультурно-здоровительного комплекса в округе Варавино-Фактория. Появились конкретные мероприятия, которые мы будем реализовать в части строительства двух детских дошкольных образовательных учреждений. Также я бы отметил, из позитивных вещей, это то, что выделяется порядка 400 миллионов рублей на приобретение речных судов, которые позволят в достаточно комфортных условиях перевозить людей на проблемные, так сказать, такие островные территории города. Расходы необходимые. И отказаться от них администрация Архангельска не имеет права. Учтены и необходимый рост зарплат, учтен рост по линии городского хозяйства. Эта задача, о которой говорили депутаты, по бездефицитности следующего года, она остается неизменной. Но хочу подчеркнуть, что история про наличие и отсутствие дефицита диктуется жизнью, нежеланиями финансистов. Если необходимо будет повысать заработную плату, никуда администрация города не денется и будет выходить с предложением, чтобы эта заработная плата была повышена. Почти 70% средств городской казны пойдет именно на бюджетную сферу – образование, культуру, физкультуру, различные социальные программы поддержки северян. Депутаты одобрили также выделение 11 миллионов рублей фактически на спасение муниципального предприятия АПАП-3. Сегодня оно находится в предбанкротном состоянии. Предприятие социальной направленности предназначено для перевозки детей, для тех детей, которые не имеют возможности в шаговой доступности получать сообразование, которое им государство обязано предоставить. Это дети с отдаленных районов нашего города. И я считаю, что мы абсолютно правильно сделали, что мы выделили эти деньги на то, чтобы спасти это предприятие. Я считаю, что перевозку детей мы просто не имеем права отдать частному перевозчику. Финансовую помощь предприятию депутаты поддержали единогласно. А вот при обсуждении бюджета на 2018 и плановый период 2019-2020 годов такого единодушия не было. Мы видим бюджет проедания. Порядка 70%, 68% уходится на социальные нужды. Это нужная, да, необходимая вещь. Но мы не успеваем развиваться. Город не успевает развиваться и не может развиваться с таким бюджетом. Нам необходимо больше отчислений, потому что город зарабатывает более 20 миллиардов рублей. Возвращается около 4,5 миллиардов. В этой связи и депутаты, и представители администрации Архангельска вновь подняли вопрос о перераспределении доходов между городом и областью. Безусловно, наша рекомендация городской администрации и наша задача, в первую очередь, все-таки поиск дополнительных источников доходов бюджета и более плотная работа с областной администрацией, если надо, то есть с федеральными структурами, по поводу перераспределения части доходов, получаемых от городских налогов, которые платятся в городе Архангельске, все-таки в муниципальный бюджет. То есть не оставлять их в областной и потом, скажем так, ждать дадут, не дадут. Городские власти также намереваются отказаться и от дорогостоящих заимствований. Я считаю, что необходимо тщательнее работать с бюджетами, привлекать бюджетные кредиты, ставки по которым в 100 раз меньше, чем по кредитам коммерческих банков. То есть это как раз даст ту экономию, порядка 100 миллионов рублей по году, чтобы покрыть дефицит бюджета. По словам главы Архангельска Игоря Годзиша, в 2018 и последующем годах город встанет на эти рельсы. Бюджетные кредиты даются на срок до 50 дней. Вариант трудоемкий, но крайне необходимый. Гигантская разница в ставках может дать хороший эффект для внесения позитивных изменений и дополнений в бюджет. Алексей Карельский, Денис Линчевский, Регион 29. В Архангельске обновляется технология сбора и вывоза мусора. В некоторых дворах столицы Поморья уже установлены новые евроконтейнеры, а для их обслуживания закуплены современные мусоровозы. Владлина Романова продолжит. Новенькие пластиковые контейнеры для мусора скоро заменят старые ржавые баки в большинстве дворов Архангельска. Муниципальным предприятием спецавтохозяйства по уборке города всего закуплено 440 новых емкостей. 200 из них уже установлены в разных округах столицы Поморья. Герметичные пластиковые баки отличаются не только внешним видом, но и объемом. Их вместимость – 1100 литров. Кроме того, они оборудованы крышками. И чтобы выбросить мусор, крышку необходимо открыть. Жильцы у нас не открывают крышечку и просто складывают мешочки с мусором рядом с контейнером или на него. Соответственно, так делать не надо. Нужно все-таки положить его мусор в контейнер. Также пытаются туда положить почему-то доски, чтобы они торчали. И, соответственно, они ломают контейнер. Так делать тоже не стоит. Оставшиеся 240 контейнеров планируют установить до конца декабря. Для их обслуживания были закуплены и современные мусоровозы. Новые машины идеально подходят для наших узких и заставленных автомобилями дворов. Кроме того, они более плотно прессуют мусор. Производительность увеличивается на 80%. Поскольку контейнеры поднимаются на более низкий уровень, и они снабжены крышкой, минимальное количество рассеивания идет, в отличие от старых мусоровозов, где поднятие на большую высоту идет. Соответственно, учитывая опыт эксплуатации, по нашим оценкам, 20-22 мусоровозов может вполне хватить на обслуживание всего города Архангельска. Сегодня муниципальное предприятие спецавтохозяйства по уборке города обслуживает около 30% архангельских дворов и предприятий. По словам руководства, модернизация оборудования на тарифах не скажется. Тарифы с 2016 года у предприятия на вывоз для населения не менялись. Соответственно, установка контейнеров и приобретение новой техники исключительно за счет средств предприятия и за счет оптимизации позволяет удержать тариф, в том числе на 2018 год. В ближайшее время задача предприятия – организовать скаты на контейнерных площадках, чтобы новые баки без труда можно было подкатить к мусоросборщику и выгрузить содержимое. На обустройство потребуется дополнительное время и средства. Владлена Романова, Ольга Красулина, Регион 29. В Северодвинске уволен директор МУП спецавтохозяйства Александр Степанов. Поводом для увольнения стали итоги прокурорской проверки. Напомним, 1 октября на полигоне бытовых отходов, находящихся в ведении МУП спецавтохозяйства, произошло возгорание. Пожар удалось потушить только спустя 17 дней. Все это время жители Ягр дышали едким дымом. Прокуратура Северодвинска выявила нарушение законодательства в сфере защиты окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Поэтому в администрации города Корабелов принято решение о прекращении трудовых отношений с руководителем предприятия. В торговом центре «Корона» меховый ажиотаж. В Архангельске выставка продажа «Мир меха» из Пятигурска. Ассортимент разнообразный. На выставке продукция семи фабрик и пяти меховых домов. На выставке модные в этом году меховые парки из джинсовой ткани с отделкой из меха песца и енота. Для любителей классики – комбинированные пальто и жилеты из натуральной шерсти с отделкой из норки. А также яркие шубки из чернобурки «Кристалл золота». Меховая фабрика «Аэмфурс» впервые в Архангельске представляет новую коллекцию этого сезона на выставке «Мир меха». Мы привезли вам самые последние новинки этого сезона. Как всегда, безупречна коллекция из норки от моделей класса «Бутик» до антикризисных шубок от фабрики «Даниэль Фурс» из города Минводы. Эта же фабрика предлагает роскошные новинки сезона – «Каракуль» и «Каракульчо». Особенно красивые модели в лавандовом цвете. Также вас порадует широкий ассортимент головных уборов. Выбор огромный, да и цены на любой кошелек. По акции можно приобрести мутоновую шубку всего за 9900 рублей. Выставка продлится до 3 декабря в торговом центре «Карона». Порадуйте себя пушистой обновкой. У цыгломинских школьников скоро появится возможность заниматься спортом в собственном здании. Администрация Архангельска реконструирует помещение старого спорткомплекса. За ходом работ наблюдала и наша съемочная группа. Здание бывшего спорткомплекса в Цыгломине администрация города приобрела лишь в начале этого года. За несколько месяцев провели экспертизу, подготовили проектно-сметную документацию. А сейчас на строительные работы стали выделяться деньги. 1 миллион 200 тысяч рублей из городского бюджета и почти 3 миллиона из резервного фонда региональной казны. Первым делом подрядчик занялся системой отопления. Демонтаж у нас уже был проведен 2 недели назад и соответственно в связи с выделением средств и строительных материалов бригада из 12 человек. И думаю, что это все проведет работы очень быстро. Предполагается, что работы по реконструкции отопительной системы завершат к концу декабря. Спорткомплекс станет частью структуры Исокогорского детско-юношеского центра. Здесь в Цыгломине дети будут заниматься игровыми видами спорта. И не только. Мы планируем здесь 5 тренеров, 3 игровика. И все-таки в планах у нас там будет реконструкция, будет хороший фитнес-зал. Ну или всего-то скорее тренажерный зал. То есть можно развивать гири, пауэрлифтинг и единоборство. А здесь игровой вид спорта. Как только в здании появится отопление, можно будет приступить к перепланировкам и отделочным работам. Здесь будет у нас хватит. Двойной. То есть вот это вот все убираете? Вот зал большой. Да. Это убираем. Вот эти вот. Это убираем. Ввод в эксплуатацию спорткомплекса запланирован на 2018 год. Общая сумма необходимых на реконструкцию средств свыше 15 миллионов рублей. Олеся Кокина, Светлана Михеевская, Регион 29. Сложно представить нашу жизнь без телекоммуникаций, мобильного интернета и Wi-Fi. И пользоваться должны и горожане, и жители глубинки. Об этом поговорим завтра с министром связи и информационных технологий Архангельской области Николаем Родичевым. На общедоступном региональном телеканале «Правда с севера» в рамках проекта «Регион 29» каждый четверг выходит программа «Открытый регион». На этот раз 30 ноября в прямом эфире в 19.20 говорим о том, когда в Архангельской области даже в отдаленных районах можно будет пользоваться высокоскоростным интернетом и качественной связью. От чего зависит развитие отрасли. И если вам есть о чем спросить нашего гостя, министра связи и информационных технологий Архангельской области Николая Родичева, звоните по телефону прямой линии 639-717, код Архангельска 81-82. Пообщаемся. «Регион 29» продолжает акцию «Тебя заметят». Мои коллеги вручают горожанам крайне важную вещь – светоотражатели, чтобы в темное время суток пешеходы могли чувствовать себя чуточку безопаснее. В этот раз мой коллега Алексей Шемякин отправился в детский сад «Золотая рыбка». А трудно Добрыне от того, что в его тридевятом царстве все передвигаются только на конях, и не знает он, как правильно переходить дорогу. Чего никак не скажешь о ребятах из детского сада «Золотая рыбка». Что мы делаем сначала? Мы смотрим налево, направо, еще раз налево, держим друг друга за руку, убедились, что все автомобили остановились, и переходим дорогу очень осторожно. Такие занятия здесь проводятся с завидной постоянностью, но то, что есть такая штука, как светоотражатель, многие дети сегодня узнали впервые. Поэтому не зря ваш покорный слуга выступил в роли дяди Степы, а заодно и Деда Мороза, и подарил каждому воспитаннику подготовительной группы светоотражатель. После лекции сотрудника ГИБДД и мультфильма ребята поняли предназначение светящегося в темноте прямоугольника. Чтобы водители видели, что движется пешеход. А как они увидят? Они увидят по свету, или что переходят дорогу по светуотражателю. Чтобы фара светила на него, и он тоже светился. А для чего? Чтобы водитель видел, чтобы водитель не врезался в человека. Ребята из этой группы изучают правила дорожного движения постоянно. У них даже есть свои игрушечные автодромы и мини-улицы с перекрестками и светофорами. Ежедневно напоминание детям о правилах дорожного движения, о безопасности. Мы наблюдаем на прогулках за движением пешеходов, за движением транспорта. У нас очень много книг о правилах дорожного движения. Недавно мы даже поставили сценку, она называется «Огнехвостик». Там рассказывается о бельчонке, который не соблюдал правила дорожного движения. Маленькие участники дорожного движения пообещали, что обязательно вечером попросят родителей прикрепить светоотражатель на свой детский рюкзачок или одежду. Спасибо! Алексей Шемякин, Светлана Михеевская, Регион 29. Инвалидное кресло вовсе не повод запирать себя в четырех стенах. И доказательство этому наш следующий герой. Несколько лет назад жизнь Юрия Нестеренко разделилась на до и после. Автомобильная авария приковала молодого человека к инвалидной коляске. Но, несмотря на это, он смог побороть в первую очередь свои страхи. Оказывается, весь мир открыт, стоит только поставить цель. Екатерина Широкова встретилась с Юрием Нестеренко. Никогда не переставай улыбаться. Этот статус Юрий Нестеренко написал на своей странице в соцсети. И все, кто близко с ним знаком, понимают, что это не просто красивая фраза. Активность, смелость и любознательность – главные черты Юрия. Спортсмен и любитель путешествий. Сидеть в четырех стенах – это история не про него. Но 10 лет назад Юрий попал в страшную аварию. Повреждение спинного мозга и приговор врачей. Он больше ходить не будет. Два года понадобилось Юрию, чтобы прийти в себя. Он решил не отказываться от прежних интересов. И отправился в свое первое после аварии путешествие в Сочи. В первый раз были опасения лететь без сопровождения? Нет, а чего бояться? Как бы у нас где-то может отношение, ну, оно за последние годы серьезно изменилось по отношению к людям с инвалидностью. То есть не только на колясках, но и то на костылях, на протезах и так далее. То есть все равно это меняется. Проблем нигде не возникает. В основном, ну, если попросишь помощи, тебе помогут. Помогать другим теперь одна из профессиональных обязанностей Юрия. Он главный специалист отдела социальных программ Фонда страхования. Признается, что общество сейчас стало намного толерантнее по отношению к людям с ограниченными возможностями. Но вот элементарная ситуация – выйти из дома особенному человеку – до сих пор большая проблема. Проблема всегда с доступностью. То есть если тротуары есть, дороги есть, есть пандусы и все остальное, то все просто. Если где-то начинаются выбоины, колдобины, отсутствие пандусов, только лестницы, здесь возникают проблемы. Проблема же не в том, что люди не хотят выходить, часто нет возможности выйти. Юрию есть чем сравнить. За рубежом, да и во многих российских городах, проблема доступности почти не стоит. Он побывал на курортах Туниса, Турции, Египта, съездил на чемпионат России по футболу. Теперь в планах у путешественника посетить Таиланд и Доминикану, Испанию и Вьетнам. Весь мир открыт, если поставить цель и встречать каждый новый день с улыбкой. Екатерина Широкова, Ольга Красулина, Регион 29. Талантливый человек, его уже знаменитый питомец. В гостях программы наши друзья. Сегодня режиссер Архангельского театра драмы Алексей Ермилышев и его лабрадор по имени Рэй. Пес буквально на днях сыграл самого себя в новом спектакле «Загадочное ночное убийство собаки» на камерной сцене. Не пропустите новую серию проекта «Сегодня в 19.25» на телеканале «Правда Севера» в рамках информационного проекта «Регион 29». Это все новости на сегодня, а я прощаюсь с вами и желаю всего самого доброго. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова